Ты же знаешь, что я не считаю, что победа Зеленского это какая-то моя заслуга. Все маркетинг в основном приходит из политики. Я случайно познакомился с Зеленским, вообще случайно. Больше заказов стало после того, как его сделали компанию для Зеленского. Я очень хотел про Иона Маска спросить. Не хочу спойлерить, но там ведется коммуникация. Я хочу тебе так, никому об этом не говорил, кроме своих ребят, с которыми работают. Здесь бахилу надо надевать? Да, да. Блин, вы видишься? Сигнально? Это кто? Раньери. Что он здесь делает? Это футбольный тренер Лестер-Сити. Они, по-моему, в 15-м году выиграли премьер-лигу в Англии. Один из самых сильных чемпионатов по футболу. Он зависел? Не-не-не. Это у меня еще в первом офисе в Запорожье его висело. Я повесил в 15-м году как раз его картину. То есть человек тоже поднялся, получается, из Запорожья, из кабинета Запорожья? Он символизирует то, что когда я в Запорожье жил и работал, нам приходилось с нуля создавать многие профессии новые. И работать на всю страну, на разные другие страны. И, по сути, мы брали людей разных профессий, а часто вообще без профессий. Студентов, выпускников. И нам приходилось их обучать и конкурировать на глобальном рынке. И вот как раз ему удалось взять профессионалов, но без звезд, и выиграть один из самых сильных чемпионатов в мире по футболу. Знаешь, иногда бывают такие иллюзии, что для того, чтобы реализовать масштабные проекты, которые изменят мир, тебе нужны суперзвезды, тебе нужны лучшие профессионалы своего дела. А это мне символизирует о том, что важнее чаще всего другие вещи. Ты можешь сделать из людей, которые с тобой рядом, звезд и добиться того, что нужно. А так же получилось в итоге? У тебя ж не было опыта в политтехнологиях, да? Или был? Не, не, не было вообще. Ну там какие-то были, знаешь, в 15-ом году какие-то... Какие-то депутатиков двигал. Да, ну это были такие один месяц, пару кейсов. Тебе кто-то консультировал вообще? Я представляю, я занимаюсь чем-то, франчайзингом, ты знаешь. Да. Приходит ко мне и говорит, все, сделай франшизу для партии. Я такой думаю, ну я как бы знаю, как делать вот это, а как делать политику я не знаю. Когда началась компания президентская, да, у меня было такое чувство, что я всю жизнь готовился к ней. И я не знаю почему, но у меня были наработаны в голове большое количество инструментов, которые я хотел применить. Я всегда следил, как была компания Обамы, Трампа, Хиллари Клинтон. Я смотрел, как Макрон участвовал в выборах. Мне всегда было интересно с точки зрения технологий. Потому что все маркетинг в основном приходит из политики. Потому что политика это возможность там опробировать, там использовать разные инструменты на большой аудитории. И много всего тестируется. И потом зачастую приходит это все в бизнес. В газировку, да, в бугеры. В том числе, если, ну вот я тебе серьезно говорю. Поэтому, потому что есть возможность сработать с большой датой, с большой аналитикой. Тестировать разные решения. Вот email-маркетинг для меня, например, стал популярен после президентской компании Обамы. Когда весь мир и бизнес увидел, что, блин, email-маркетинг это интересно. И он начал более, стало такое новое дыхание появилось у этого инструмента. Но в случае с президентом мы уже основывались, наверное, больше, ну, Зеленским, да, опыт на бизнесе. Там был наоборот как раз в нашем случае. Но опять же, у меня было такое ощущение, что мы всю жизнь, ну всю жизнь я готовился к этой президентской компании. Поэтому единственное, что я сделал, я посмотрел там, обновил информацию, как Обама вел свою компанию, как Трамп вел свою компанию. Это немного мне помогло, там вдохновило на новые каналы интересные. Ты можешь вспомнить этот период жизни? Я с Владом записывал интервью. Он рассказал, что ты к нему на парковке где-то подошел, и мы общались и говорит, вот сделали предложение, что думаешь? А ты можешь подробнее этот процесс рассказать, принятие решения, вот как это все происходило? Где-то за полгода еще летом прошлого года, 18-го, я случайно познакомился с Зеленским, вообще случайно. Ну подожди, вы же, это был ваш клиент? Он был нашим клиентом, Квартал, но я не был с ним знаком. Я работал с его менеджерами, и я там помог им просто, не знаю, мне было интересно с ними начать какое-то взаимодействие. Мы бесплатно разработали для них сайт для его проекта «Зе Кубики» и маркетинговую стратегию небольшую. Я когда презентовал, где-то в коридоре был услышан его голос, и там мой друг теперь, менеджер Квартала в то время, он услышал его голос и говорит, о, подожди, пошел, позвал Зеленского, тот зашел, он говорит, посмотри, как раз мы делаем для тебя проект. Он сел, посмотрел, ему презентовал, такая краткая презентация была, он говорит, слушай, а почему мы с тобой раньше не работали? Говорит, ну все красиво, прикольно, быстро, ну и так далее. И тогда у нас короткий разговор с ним состоялся по поводу его влога. Он спрашивал, как ты думаешь, что там нужно рассказывать, что снимать, про «Зе Кубики» у него спортивный влог был. Я ему задал вопрос, зачем вам этот влог нужен? Вы хотите сформировать бренд спортсмена или вы хотите показать себя с разных сторон? Тогда рубрики, соответственно, другие будут. Зачем вам это нужно? То есть я же слышал из СМИ, что говорят, что Зеленский пойдет в президенты, но как бы прямо спросить вопрос у него мне как-то было не очень удобно. Есть у меня одна идейка? Он не сказал про то, что он будет идти в президенты, но я ему сумел задать такие вопросы, которые вывели его на откровенный разговор. И он говорит, чем бы я ни занимался в жизни, я всегда думал о том, как помочь большому количеству людей. И вот мы начали в этом контексте разговаривать, и тогда, кстати, я первый раз услышал идею про государство в смартфоне, про то, что он хочет, ну его vision глобальный, о том, что все услуги предоставлялись онлайн, о том, чтобы люди голосовали онлайн и так далее. О том, чтобы это позволить избавить от коррупции государства, о том, что это удобно и так далее. И, соответственно, разговор закончился, мы сдали проект, там все понравилось, его запустили. И в следующий раз мы уже увиделись в декабре, когда я ему презентовал стратегию избирательной кампании, именно в разрезе Digital. Еще интересно, так поставлена была задача, мне до конца, по сути, не говорили, где-то он президент или нет. Мне сказали, позвонил уже мой теперешний друг и говорит, слушай, а вот если бы Зеленский пошел в президенты, как ты видишь компанию? Вот если бы вдруг он решил. Я говорю, а какие вводные, как вы планируете? Потому что Digital компания это всего лишь дополнительные инструменты для глобальной компании. Да, это не должна существовать Digital компания, а отдельная компания там оффлайн какая-то или телевизионная. Я должен понимать логические этапы, стратегию выхода и так далее. Они говорят, ничего нет, ничего не скажем, вот твое видение. Ну и по сути, я как бы сделал презентацию. Ну вот так вот, в темноте. Да, вообще, ну то есть у меня ноль вводных. Я презентовал сперва своему другу, потом там человеку, как я уже потом понял в штабе, потом еще одному человеку, потом чуть больше Крухи, потом дошел до Зеленского. Знаешь, такие определенные этапы для того, чтобы правильные фильтрации информации, понять, стоит ли Зеленскому видеть эту презентацию или нет. Ну и после этого была уже общая большая презентация, очень короткая, очень быстрая. Мы больше потом обсуждали какие-то другие вещи. Он говорит, класс, 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 вот мы так и думали, вот класс, вот интересно, вот прикольно. Ну и как бы мы сошлись на этих этапах, на этих инструментах, ему это понравилось. И прям там же было принято решение начать работать. На что-то там больше всего делал ставку, на кой слайд, что там было такое? Ключевой, наверное, слайд был, это там вот одно слово, это вовлекать. Но есть, оно было, им пронизана была вся презентация, каждый этап избирательной кампании. Когда я говорю о том, что вы заявляете, что вы идете в президенты, нужно сделать какую-то активность для того, чтобы всю энергию людей как-то правильно направить в одно место, там на сайт, например, чтобы они там зарегистрировались и вовлеклись в избирательную кампанию. Потому что, когда вы скажете, что вы идете в президенты, это будет максимальный информационный всплеск. Люди почувствуют там надежду, это логично очень было. И все люди захотят как-то помочь. И вот нам нужно аккумулировать всю эту энергию людей как-то в одном месте для того, чтобы мы в дальнейшем смогли с ними взаимодействовать. И поэтому мы, например, открыли сайт регистрации волонтеров. Сразу же там в этот день, когда он заявил, что нет президенты. И, кстати, там больше 800 тысяч волонтеров за избирательную кампанию собрали. Ну это сумасшедшие результаты там даже для Америки, не знаю. Вот. И, по сути, на каждом этапе мы придумывали инструменты. Это была презентация изначально, которая вовлекает людей. Например, там программу, написание программы, да. Вместе все. Да, когда люди писали. Она же гениальная. Потому что программа на сайте, она прям ключевые тезисы вели на конкретный комментарий в фейсбук. Да. Ты нажимаешь, она переходит в фейсбук на конкретный комментарий. Миша, кстати, я знаю, что ты имеешь разряд по шахматам. И это, видимо, здесь осталось не из предыдущих ребят. А, кстати, это подарок от супер людей там где-то написано. Серьезно? Да, да, там написано где-то супер люди. Мы с Мишей работаем в одной компании. Супер люди работали. Работали, да. Да, супер люди. Но пасаран. Похоже на дату смерти, но это дата моего дня рождения в прошлом году. Так, можно? Явно еще не читаешь. Мы когда записывали у Макса Бахматова, у него тоже куча нераспакованных книг. Нет, эту книгу я просто хочу там на подарок. Нашим подписчикам. Нашим подписчикам. Что мы здесь можем разыграть? Ну, хочешь, можем тебя это глубже завести. Глубже завести? Давай. Смотри, это типа есть комната отдыха. У топ-менеджеров в государстве есть комната отдыха. Так. Я никогда здесь не отдыхаю, но она вот есть, я здесь бывает ем сижу. Мандаринки. Мандаринки, да. Вот, видишь, кровать какая-то есть там. Не спал на ней еще? Не, ни разу не спал. Не спал. Кстати, интересно, там даже подушки где-то у меня были. Но, видимо, здесь до этого, да, вот еще какие-то подушки лежат. Как в поезде все. Да, интересно. Как в поезде Запорожья Киев. Я думаю, еще люди никогда не были в ванной комнате. О, а можно здесь вот так прям ходить? Да, 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 да. Смотри, есть душевая кабинка, я тоже не понимаю зачем, честно. Ну, не понимаю, я в ней как бы не купался. Тут даже есть спортзал, но говорят, как бы мне фотографии сбрасывали. Но там наверняка есть тоже душ, как бы поэтому. В одном здании сбрасывали фотки, здесь есть спортзал. Ну, тут очень большое здание. Реально, я не был еще во всем здании. Ну, в общем, как-то вот так здесь все происходит. Есть такая комната. Мне кажется, здесь неэффективно используется помещение. Абсолютно. Здесь бы я посадил кого-то, да? Да. Подумал ты. Смотри, а мы сейчас пригласили архитекторов. Они замерили здесь все. И там еще три кабинета в ту сторону. И завтра я получу проект, как из этого все сделать. Опен спейс, современный, классный. И здесь сядет вместо, там, у нас по-моему 15 человек есть. Меньше, наверное, 12 человек, если так вот три кабинета подряд. 130 посадить. 130 в своем кабинете? Ну, это будет мой кабинет. Мне не нужен такой большой кабинет. Я хочу его здесь, ну, вот так вот. А мандаринки где-то лучше кушать? Слушай, я мандаринки… Обычно у меня проходит… Я ем на встречах с людьми. Ну, я говорю, вы не против? Извините, я просто как бы… Я лучше не против, я ем сижу. Вы говорите. Класс. В общем, если хотите пообщаться с Михаилом, вы лучше пригласите его поесть. А вот, ты еще не обратил внимание, у меня… Вот видишь… Ракета. Один из продуктов Илона Маска. Это ракета, которая улетела в космос и возвращается назад, садится на свой месяц. Слушай, я очень хотел про Илона Маска спросить. Вы как-то планируете его затянуть? Это же такой хайп будет. Это тоже техно-чувак и, может быть, ему интересно было бы как-то постончить. Не хочу спойлерить, но там ведется коммуникация. Потому что он же как-то неожиданно реагирует на любые предложения с разных концов. Для Австралии он построил эту большую электростанцию, да, за какие-то сто дней там, по-моему. В общем, ребята, спойлеров не будет, но мы поняли. Не знаешь, зачем эта картина здесь? Нет. Чтобы Илона Маска, когда он сюда приедет, было приятно. Нет, а когда мне какой-то человек говорит, например, что он не может там до завтра сделать что-то. Или там через месяц, или через неделю. Или там невозможно там смачить какие-то данные. Что сделать? Ну, соединить данные с одного там… С одной базы данных с другой, например. Я ему показываю эту картину, говорит, рухнул. А историю напомни, пожалуйста. Это та ракета, которая улетает и возвращается на место, откуда она была отправлена. Улетает в космос? Да, она экономит там какие-то сумасшедшие деньги. Это типа… Я еще читал книгу Маска, которую он там тысячу лет назад написал. И он об этом мечтал. Говорит, я хочу, чтобы мы экономили. Вот основные деньги уходят на то, что тебе эту обратную станцию надо создавать, которая там взрывается. А так ракета возвращается на место, и это экономится большие деньги за счет этого. Это у него была какая-то мечта, он ее реализовал. Ну, ты же видишь, что он вообще делает. Невероятные вещи. Тебе Сайбертайк понравился? Очень прикольно, да. Заказал? Не, не заказал. 100 долларов всего лишь? Да. Я думаю, министр может себе позволить. Знаешь, я больше, наверное, могу позволить, потому что я бизнесом занимался, а не потому что вице-премьер. Знаешь, почему я не заказал? Потому что я зашел на сайт, там такая длинная форма, и я чисто из-за этого там… Там вроде бы только американец может что-то сделать. Ну, еще плюс, да, там какие-то страны, европейские, не все страны, да. Вот тоже это, кстати, причина, да. Так, маска ждем, супер. Есть уже для него кабинет, должность, все нормально, да? Да, да, конечно, сделаем. Советником. По инновациям. Что у тебя поменялось в жизни? Вот ты был год назад еще, ты уже был в Киеве, ты был операционным директором суперлюдей. Ты переехал в Запорожье, уже начинал в своей столице, но жизнь твоя была совсем другой. Что поменялось сейчас глобально вот за этот год? Ну, глобально, наверное, я вот недавно себя оставил на мысли, что я не думаю каждый день о конкретных операционных вопросах, там где взять клиентов, как масштабировать там финансы компании для того, чтобы там зарабатывать, и там росло количество сотрудников. Я не думаю об этих вот бизнес вещах. Ты же компании сейчас… Нет, я вообще отошел от бизнеса. Мало того, я полностью вышел с него, им занимаются теперь мои сотрудники, и я оттуда вообще даже никаких денег не достаю, я только PNL каждый месяц просматриваю для того, чтобы вообще интересно понимать, что там происходит. Куда он движется? Ну, стабильно, компания развивается, стабильно развивается. Больше заказов стало после того, как вы сделали компанию для Зеленского? Ну, вот был какой-то этап, когда была прям там весна, прям сильно больше было. Сейчас ровно идет, нормально. Ну, компания не ассоциируется особо со мной, и никто не продает это. На сайте ты не презентовал почетный основатель, там… Нет, ничего такого нет. Не делайте в рекламе эту ставку. Просто меня удалили мои фотографии, и все. Ничего себе. И нигде не упоминают. Нет, ну это специально для того, чтобы… Я не хочу… Да. Ты же знаешь, что я не считаю, что победа Зеленского – это какая-то моя заслуга. Почему? Ну, потому что это… Интернет же победил? Ну, победил интернет, мы смогли просто вовремя… Отвезлимался интернет. И грамотно облечь это все в определенную форму. Понятно, что если бы это был я, то у тебя бы ничего не получилось. Зеленский имел большую поддержку изначально. Окей, ладно, вернемся к изменениям своей жизни, что произошло. Да, поэтому я вот буквально вчера с женой, мы смотрели там какой-то фильм, сидели дома, и я говорю, блин, я оставил себя на мысли, что мне 28 лет, что я там 25 лет каждый день думал о том, как зарабатывать, какой бизнес строить, там с самого детства вообще, там чуть ли не… Можно сказать, там с четырех лет. Постоянно меня интересовало, там знаешь, чем занимается этот дядя на этой машине, едет. Я изучал там машины, чем там отличаются, как они называются. Вот. А как Макдональдс там… В пять лет я думал, не какие бургеры вкусные, а интересно, почему они возникли именно в Запорожье, возник Макдональдс. Изначально вообще Ray Kroc открыл первый в Запорожье. Смешно. Ну то есть… Я понял. Может быть это немного утрировано там, да, 25 лет, но по моим ощущениям это где-то так. Вот я каждый день думал о том, там, как платить заработную плату, там, как продукт свой развивать и так далее. А сейчас, по сути, я занимаюсь тем, что мне нравится, только у меня нет этих вопросов постоянно, да, там каждый день думать, как масштабировать компанию и так далее. То есть я чисто сфокусирован на продукте постоянно. Как же она отреагировала на твой уход из бизнеса в политику? Ну, сложно. Ты считаешь же себя политиком? Уже да. Уже да. Я раньше стеснялся, сейчас понимаю, что это нужно смело себя так называть государственным служащим, что ли. Нужно это четко понимать, потому что тогда меняется твой подход к проектам, которые ты делаешь. Ты должен думать сразу о другом масштабе. Заниматься не тем, что тебе нравится иногда, а то, чем нужно. Потому что все-таки предприниматели занимаются тем, что им нравится делать. Это очень важно в мышлении людей, которые приходят с бизнесом в государство. Потому что до сих пор замечаю большое количество людей, которые пришли и делают то, что им нравится. У них есть определенная зона ответственности, они там делают, что им нравится, пишут постики, как бы и от этого получают удовольствие. А ты должен делать то, ради чего ты пришел. Какие у тебя задачи конкретные ставят для того, чтобы изменить то, ради чего ты пришел. Я непрофессионально поступил, я тебя задал второй вопрос. Давьте возможность уйти от первого. Но ты сказал, что сложно. То есть это был прям какой-то большой разговор. Я скажу, это... Ты делал презентацию вовлечения? Нет. Ну, сложно, конечно. Ну, просто смотри. А что смущало? Безопасность, время, деньги? Моя жена очень правильно, как и все, в принципе, здравомыслящие люди, оценивали изначально, что такое министр, что такое политика, исходя из того, что они знали об этом раньше. Они думали, что это работа до ночи, это бесконечные командировки, на улице ходить с охраной, это ездить в сопровождении и так далее. Из-за этого у нее складывалось впечатление, что так будет со всеми, так было всегда, так и будет у нас, все жизнь изменится, мы не будем видеться, я не буду видеть ребенка, это будет и так далее. Но я ей объяснял, что все будет по-другому, не будет такого, практически это будет незаметно. Я буду заниматься, в принципе, тем, чем я и занимался, только на масштабе всего государства, но и не будет никаких там лишних понтов, и я не буду заниматься тем, ради чего мне придется нанимать охрану. И все будет спокойно. В принципе, вот прошло 3 месяца, и моя жизнь мне изменилась, да. Ну, я не чувствую там сумасшедшего перегруза, там не сижу до полной ночи на работе. Как Дима Дубилет тут? Ну, не знаю, у меня просто достаточно организованный процесс, мне кажется так. То есть мы здесь построили организационную структуру, как в бизнесе, четко. У нас есть определенные конкретные цели, за каждой целью закреплен заместитель, он декомпозирует цели на подзадачи, и за каждой подзадачей или подпроектом закреплен человек в его департаменте. То есть достаточно понятная управляемая ситуация, есть регулярный менеджмент с сотрудниками, есть личные встречи с каждым из замов, раз в неделю мы смотрим его достижения, победы, проблемы для синхронизации. Есть регулярная встреча каждую пятницу со всеми замами общая, для того, чтобы они между собой синхронизировались. Регулярный, понятный менеджмент. Раньше его здесь не было. Вот я общался с девушками, которые вы заходили и видели, секретари, которые в приемной работают. Они работали при предыдущем министре, не буду говорить конкретно о каком, но он приезжал на работу в 3 часа дня, а уезжал в час в 2 ночи. Неожидаемо, что произойдет завтра, во сколько он приедет. А так они полностью ведут мой гугл календарь, только они фиксируют встречи в моем гугл календаре, они четко знают мое расписание, они могут прогнозировать даже какое-то свое время, исходя из моей загрузки. Достаточно все прогнозируемо и управляемо. То есть мы создаем условия, в которых невозможно не выполнить задачу. А если по каким-то условиям технически не получается, мы заранее узнаем и меняем немного формат формулировки. А куда вы спешите? Предыдущая власть, судя по твоим словам, не очень спешила куда-то, работала неэффективно. А вы куда спешите? Ну, я понимаю, что окно возможностей, оно небольшое, скорее всего. Хотя, ну, по сути, это тоже определенный миф, потому что мы в корне меняем многие процессы. И я не верю в том, что даже со сменой власти что-то может теперь глобально поменяться. То есть мы уже изначально задали другие... Сорян. ...другие подходы к работе. И мы спешим максимально запустить фундаментальные вещи, которые даже после нашей смены там правительство будут в дальнейшем работать. Ну, вот Владимир себе поставил все-таки пятилетний план, да? Да. И он себя вроде как тогда не видел на втором сроке. Да. У тебя такое же ощущение, что ты здесь на пять лет? Смотри, скажу тебе честно, да, вот искренне, у меня такого ощущения нет. Правительство – это та вещь, которая заканчивается быстрее всего. Когда идут определенные реформы, они не всегда позитивно воспринимаются людьми в первое время, да? И поэтому чаще всего правительство имеет свойство заканчиваться первым. Это такая, это все-таки политика, это нужно понимать. И поэтому у меня нет ощущения, что я буду здесь пять лет, но я честно хотел бы, я просто реалист, и поэтому понимаю, что нужно заложить такие процессы, которые в дальнейшем сможет поддержать другая команда. И их сложно будет сломать? И их будет сложно сломать. Самое ключевое, что мы изменили, мы принесли сюда более-менее качественный менеджмент. Вот этого не хватало всегда в государстве. Это номер один. Все было на ручном управлении. Все министры были постоянно, их команды, они жили просто в сумасшедшей операционке. Они из-за того, что многие из них попадали в политику из-за каких-то своих связей, из-за того, что там им хотелось какие-то реализовать амбиции. А мы все в основном пришли, не ожидая этого. Мы занимались своим делом, развивались сами для себя, для своих семей, для клиентов наших продуктов. И потом мы попали сюда. Поэтому ключевое, что мы принесли сюда, это помимо ценностей и другого качества взгляда на жизнь, это системный менеджмент. И это позволяет нам работать сразу над большим количеством проектов, четко понимать KPI, к которому мы стремимся, и получать измеряемый результат. Вот это, наверное, самое ключевое и самое главное. У нас сериал называется «Люди в хути», как раз. И очень приятно, что ты подготовился. Да. Ты сказал, что ходишь так всегда. Ну, есть один день в неделю. Бывает два дня в неделю, когда я одеваю костюм. Ну, как и то, тяжело назвать это костюмом, это просто штаны брючные и пиджак, может быть, другого цвета и рубашка. Это среда, когда день Кабмина, когда мы заседаем Кабмином, принимаем какие-то решения. И бывает, приезжают там послы разные, какие-то политики. Они пока не готовы к айтишникам? Ну, опять же, там 50 на 50. Ну, как бы, может, даже больше я в обычной одежде встречаю их. Они всегда шутят, типа, ой, мы не подготовились, приехали бы тоже в нормальной одежде. Вот поэтому… Я вот к чему, что раньше это было немыслимо, да? Да. Увидеть такое на каком-то глобальном уровне. Сейчас Давид Архамья ходит по Верховной Раде в кроссовках и в джинсах. Ну, вы тоже, в общем-то, довольно в casual стиле. Можешь, кстати, рассказать, что это за бренд? Может, какой-нибудь… Ну, кроссовки Adidas. Так. Я их уже где-то третий сезон ношу никак. Так. Кроссовки недорогие. Не снашиваются вообще. Так, не снашиваются. Штаны… Штаны, по-моему, ЛТБ. ЛТБ? Да. Слушай, обожаю. Гуччи нету. Вот дальше интересно. Вот там их два любимых бренда вообще. Ну, один бренд и мне две вещи сразу. Это Бруклин. Это украинский бренд. Ну, это футболка. Она же, видишь, такая немножко подвыгоревшая. Но я ее просто обожаю. И в них такой модели новой нет. А я когда одеваю какой-то брюки, которые меня стягивают, и там рубашку, которая там, не знаю, мне некомфортна, я себя чувствую другим человеком. Меня немножко бесит это все. Знаешь, крутит вот так все. Вот не мое это все, как бы, не нравится мне. Ну, люди мне говорили о том, что ты что, типа, ты обесцениваешь там институт власти, ты же… Традиции. Тебя же чиновники будут на встречах не труситься, понимаешь, с тобой. Я приехал с Министерства финансов. Слушай, я в шоке от их айтишников. Эти айтишники, я не знаю, если бы они занимались бизнес-проектами, капитализировались бы за большие деньги. Реально максимально толковые ребята, которые решают глобальные проблемы, и это здорово. И не нужно, чтобы они трусились на встрече с тобой. О том, что люди в системе, они начинают понимать, и что статус, ну, типа, это всего лишь статус, важно, чтобы ими управляли компетентные люди, лидеры, там, и так далее. И вот я говорю о тех процессах, которые навсегда меняются. Не смогут они потом воспринимать какого-то ставленникова, потому что он сват-брат, пришел сюда и говорит такой, будем все дирижитализировать, например. Они его пошлют нахрен через, там, три дня. Ну, вот это вот меняется, это очень важно. Тебе нравится делать моральный выбор? Моральный выбор ненавижу. Никому не нравится, отлично. Тогда я тебя попрошу, это теоретическая история, возможно, ты ее знаешь. Представь, что ты являешься машинистом поезда. Тебе Влад не рассказывал. Я такое ВКонтакте видел лет, там, 7 назад. Вот, это история из ВКонтакте. Ты машина из поезда, у которого отказали тормоза. Он мчится и не может остановиться. На путях находятся 5 человек, они не могут. По каким-то причинам уснули, застряли. И поезд неизбежно их переедет. Но у тебя есть возможность перейти на вторую линию, там один человек находится. Будет ли этично это сделать? Еще раз, там 5, там один? Да. Ну, например, там одна девочка и 5 стариков. Ну, это важно. Не на пример, а это важно. Расскажи, почему это важно и какой-то выбор ты бы сделал, например. Ну, не люблю такие выборы делать, если честно. Все сделали, между прочим. Ну, если бы мой ребенок был, то, конечно же, бы я не верю в другую сторону. Когда у меня появился ребенок и 3 года моей дочке, я максимально пересмыслил свой подход к детям вообще в целом. Поэтому, наверное, когда у меня был бы выбор взрослые или дети, я бы всегда принимал решение, чтобы в пользу детей, чтобы сохранить их жизнь. Поэтому, если бы там большая масса людей была, я понимал, что количественно это как бы… Ну, количество важно. Количество важно, да. Но если ты говоришь стариков, которым, например, 98 лет, конечно бы ребенка выбрал, чтобы он сохранить ему жизнь. Просто этот же вопрос, на самом деле, актуален сейчас и в будущем будут актуален, если говорить там о беспилотниках, да? Ты же знаешь эти истории. И, кстати, раз уж мы Илона Маска упоминаем, система должна уже принимать решение, кого убить, а кого нет. Ну, смотри, мы даже делаем услуги государственные, сейчас разрабатываем, где система принимает решение, давать человеку разрешение на что-то или нет. То есть максимально должно быть все автоматизировано. Но знаешь, кстати, это хороший вопрос, потому что… Я знаю. В чем он хороший, если переложить на то, чем я занимаюсь. Именно так я и планировал сделать. То есть это… У тебя так не очень получилось, конечно. Чем отличается бизнес от государства? Тем, что в бизнесе направления, которые тебе не интересны, ты можешь смело закрыть. То есть я закрываю направление, людей или увольняю, или перебрасываю на новое направление. Не нравится. Не нравится. Не рентабельно. Все. Когда ты начинаешь работать в государстве, у тебя появляется такое количество направлений, которые ты одновременно не сможешь качественно, сфокусировано реализовать, как бы ты не организовал менеджмент. Я все равно верю в то, что там, как и черняк, например, в том, что компания будет развиваться, если CEO будет максимально этим работать, он собственник будет операционно понимать, что там происходит и так далее. Но невозможно все равно одновременно все проекты сделать хорошо. По крайней мере, очень быстро. Пока не выстроен какой-то супер менеджмент. Но ты должен выбрать приоритеты определенные. Я, например, для себя определил определенные приоритеты, направления, которыми я занимаюсь. А все остальные, я их не исключаю из своей жизни. Я им просто меньше уделяю времени, не держу в фокусе, не провожу по ним регулярные встречи. Я провожу там встречи намного реже, какие-то там и так далее. То есть я на чем-то конкретно фокусируюсь. Это очень важно. Как это относится к твоему вопросу, который ты задавал? В том, что так же самое происходит с целевой аудиторией, на которой ты работаешь в государстве. То есть я сейчас могу бросить все, например, и заняться социальными выплатами для бабушек. И вот здесь я как министр делаю определенный выбор. И я смотрю, глобально мыслью, а каким я вижу государство через несколько лет, через много лет. Например, а зачем я это вообще делаю? Например, я хочу, чтобы Украина за счет цифровизации конкурировала в мире глобально с другими государствами. Потому что я верю в то, что границы будут стираться. И мы сейчас конкурируем конкретно, государство как монополист, за наших людей с другими государствами, предоставляя услуги. Человек выбирает, или я стану здесь, или я пойду в Польшу. То есть мы с другими государствами реально конкурируем за человека, который живет в нашей стране. И когда я работаю глобально над реформой цифровизации, я думаю о том, а кто все-таки является ядром моей аудитории, на кого я сейчас работаю. И здесь я делаю как раз вот этот вот выбор. И вот сейчас я каждый день нахожусь в таком статусе, когда я принимаю решение, а все-таки какой проект выбрать, и на чем сфокусироваться и так далее. Поэтому это очень важный вопрос. Я скажу так, глобально я выбираю аудиторию в первую очередь, украинцев, которые инноваторы, которые хотят что-то менять в своей жизни, которые понимают, что все в жизни зависит от них и так далее. И делаю продукты в первую очередь для этих людей. Но параллельно я не забиваю на всех остальных, а делаю проекты, но просто не так в фокусе держу их. Например, для старшего поколения мы запускаем в январе большую национальную образовательную программу по цифровым навыкам. Сеть хабов, где будем обучать их, как пользоваться гаджетами, как платить коммуналку, как получать услуги для того, чтобы они там развивались, там нейронные сети формировались как минимум, ну для того, чтобы им как бы оставало комфортнее жить. Поэтому я каждый день делаю такой выбор, и я для себя определился, какие продукты определяют мою аудиторию и с ними работаю. Например, мы сейчас работаем над услугой смены места регистрации. Я хочу, чтобы, если ты хочешь у меня прописаться, ты сейчас не шел в ЦНАП, ждал там 3 дня, давал паспорт, потом тебе его присылали там с печатью, ты не тратил много времени. Ты хочешь прописаться у меня дома, например. А это можно сделать? Конечно можно. Ты заходишь в приложение. Приятно знать. Вписываешь адрес мой, где ты хочешь прописаться. Я получаю уведомление просто пуш там, типа такой-то, такой-то человек, хочешь себе прописаться. Да, нет. Ты же можешь, да, все. Я представил себе ситуацию, сейчас ты заходишь в Facebook, чтобы посмотреть какие-то уведомления, а когда появится Ди, ты заходишь в приложение, чтобы отменять всех желающих прописаться в твоей квартире. Нет, 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 нельзя. В 2012 году ты был избран студенческим мэром. Ну, было дело. Что у тебя там были, какие обязанности? Доску вытирать? Да, доску вытирать там, подметать в студенческом городке, окна мыть в общежитии. Нет, смотри, это был, я не активный был участник общественной жизни в университете, там три года я там больше работал. А потом в один момент я понял, что вот эта вот социализация, ну и общение с людьми, которые что-то достигли, она очень важна и она определяет то, кем ты будешь. То есть я понял, вот кто вокруг тебя. На то время вокруг меня были там, многие из них уже там умерли, там наркоманы там и так далее. Ну, ты знаешь там депрессивный регион, не лучшая как бы история. Я понял, что в таком окружении я стану таким же самым. И я хотел как-то попасть, начать коммуницировать с бизнесом, там с людьми там общественной деятельностью, которые занимаются политиками там и так далее. И, но у меня не было возможности, чтобы вот завтра попасть в их круг. И я тогда как-то пришел, не помню как, к тому, что если я буду заниматься общественной деятельностью в университете, если я буду на уровне всего города, тогда у меня будет какая-то возможность общаться с такими людьми, там не знаю, проекты совместные делать. И поэтому, по сути, это была ну просто цель для того, чтобы стать там социализироваться. Но когда я вот стал судмэром, там это сразу, ну там выборы, все как в жизни проходят, там за тебя студенты голосуют там и так далее. Я реально познакомился с большим количеством людей, которые повлияли на то, чем я стал дальше заниматься там и то, чем я сейчас занимаюсь. Поэтому эта стратегия сработала, и поэтому я всем бы рекомендовал, особенно там детям, студентам, ну школьникам, да, участвовать в общественной жизни школы, университета. Потому что, по сути, это возможность научиться управлять проектами, строить коммуникацию, знакомиться с людьми, у которых есть ресурсы. Это другого качества коммуникация. Поэтому это очень важно, и я очень поддерживаю студенческое самоуправление и школьное самоуправление. Мне кажется, это важные этапы в жизни каждого человека. Я вот сегодня увидел уже первый дашбордик, я же так обрадовался. Это дашборд, ну не всего государства, но какой-то его части. Это только нехотек снапов. А так будут все, ну все снапы по всему государству. Как Google Analytics, ребята. Да, сколько, смотри, заказов. Вот, прикольно? Избум пишет. Посадил еще одного, да? Кстати, да, по этой теме. По запросу. По этой теме, кстати. Ты смотрел Франч ТВ, да, ты говорил мне? Всегда смотрел. Всегда смотрел. Ты подписчик? Конечно, шутишь, что ли? По-моему, даже который с колокольчиком. Не, у тебя достаточно качественные вопросы, но мне нравится смотреть. Поэтому я расстроился, что перестал снимать какие-то видео. Да. Все, возвращаемся. Нереально, ну все круто. Я вообще хочу все по франшизе открывать государство. Мы это сделали в компании Зеленского, когда волонтерские центры открывали, понял? Да. В каждом городе. Мы за где-то максимум 2 месяца открыли 80 офисов во всей стране. В партии. В партии, да. Но это не партия была, а команда Зеленского в волонтерские офисы, где принимали людей. И у нас реально упаковка как в франшизе. Вы структуру выписали, сделали себе такую франшизу, отправили в регион. Ты смотрел Франч ТВ и не знал, кому позвонить, чтобы спросить? Слушай, у нас просто было 8 часов на это все. Я доступен в любое время. Короче, и мы все в одном стиле. Мне просто это очень понравилось, как можно быстро запускать глобальные проекты. Мне очень нравится модель по подписке и франшизе. Вы строите предпринимательское государство, как тебе кажется? Мы точно строим государство предпринимателей. Мы сейчас немножко нарастим массу мышцы. У нас будут конкретные кейсы, и они просто поговорить. Мы хотим, чтобы 20-е и следующие годы были под эгидой, что мы Украина предприемцев. То есть я именно в это верю. И я хочу тебе так... Никому об этом не говорил, кроме своих ребят, с которыми работают. Все, что я в принципе сейчас делаю по цифровой трансформации, это для того, чтобы открыть Украину для мирового бизнеса. Чтобы человек с любой страны в мире мог, не приезжая в Украину, открыть здесь бизнес. Здесь были лучшие условия для ведения бизнеса. Потому что я верю в то, что если мы сможем стать лучшей экономической зоной для всего мира, и человеку не нужно будет сюда приезжать, он будет онлайн вести бизнес. Это позволит нам привлекать большие деньги, и только за счет этого страна сможет реально развиваться. Поэтому на первом этапе мы все заносим в смартфон, упрощаем работу с реестрами, все это строим, архитектуру. Уже у нас проект e-резидентство сейчас готовится, и мы постанову скоро вынесем. В Эстонии? Да, начнем эксперимент уже делать с Нового года, когда человек может зарегистрировать здесь компанию. Ну и глобально мы хотим прийти к тому, чтобы наша страна превратилась сперва для нашего населения, страной предприемцев, предпринимателей, а через 5 лет это стало для всего мира. Поэтому глобально вот такой вижен у нас глобальный. И все, что мы сейчас сделаем для того, чтобы вау, класс, хайп, для того, чтобы сделать понятное прозрачное государство, потому что все всегда заканчивается тем, и мы должны об этом думать, как люди, которые работают в государстве, как сделать наших людей богатыми. Вот для меня это ключевое как бы. А диджитализация это всего лишь инструмент. И сейчас мы это все делаем для того, чтобы в дальнейшем реализовать вот эту вот задачу сделать людей богатыми. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok